Принято утверждать, что современное поколение не привыкло считать деньги. Мы не знаем, сколько стоит хлеб, потому что купим его при любых обстоятельствах. Мы не обращаем внимания на то, как долго горит свет в нашем коридоре, как часто подогреваем полный чайник ради одной кружки, и насколько сильно отапливается наша квартира, пока никого нет дома. Мы не считаем, а стоило бы. Но есть и другая сторона медали. Запасы газа и чистой воды не бесконечны, а электроэнергия не берется просто так из воздуха. Поэтому перед человечеством сегодня стоит глобальная задача. Чтобы жить в комфорте не только сейчас, но и в будущем, необходимо бережно относиться к доступным нам ресурсам. Ежедневно мы пользуемся электричеством, водой, газом. Ежегодно размер платы за эти услуги растет. Очередное изменение тарифов произошло 1 июля 2015 года. В Чебоксарах по сравнению с первым полугодием тарифы на холодную воду и водоотведение увеличились на 11,8%, на тепловую энергию – 11,3%. Тариф на электрическую энергию – на 7,3% и составил 2,80 рубля за киловатт-час. Цена же за газ выросла на 35 копеек и составила 5,04 рубля за кубометр. Газ всем россиянам обходится дешево, спасибо природному богатству нашей страны. Но и на нем можно сэкономить с помощью счетчика. Согласно утвержденному нормативу потребления природного газа, на одного человека, который проживает в доме с центральным отоплением и горячим водоснабжением, где установлены только газовые плиты, приходится 12 кубометров газа. В домах без горячего водоснабжения, где есть только газовые плиты, 20 кубометров на человека. А в домах без горячего водоснабжения, где установлены газовые плиты и колонки, 31 кубометр на человека. То есть семья из трех человек в месяц заплатит чуть больше 180 рублей. Однако по факту израсходует газа в 2, 3, а то и 4 раза меньше. От существенной переплаты ее спасет счетчик. Купить газовые счетчики сегодня не проблема. В магазинах их можно найти от 1,5 до 12 тысяч рублей за прибор, в зависимости от производителя и срока службы. Дешевые надо менять через 3-5 лет, а дорогие, по словам продавцов, могут прослужить и лет 10. Хотел бы обратить внимание, что прежде чем установить счетчик, необходимо обратиться в Чуваш-сеть газ для получения проекта разрешения на подключение счетчика. Именно там подскажут модель, стоимость и поставят на учет. Счетчики подразделяются по потребляемой, по проходимой объема газа, в зависимости от количества потребителей. Если у вас только плита газовая, вам достаточно счетчик 1,6. Если у вас идет газовая плита и колонка, то счетчик уже идет более мощный, как коллекотел. Вот уже тут 3,2. Кроме того, нужен новый кран, соединительный шланг и работа по установке, которые в сумме обойдутся еще в 2 тысячи рублей. Далеко не каждая семья может позволить себе такие единовременные траты, но за несколько лет эксплуатации он окупится с лихвой. К тому же вы всегда можете быть уверены, что заплатили только за то, что действительно потратили. А вот электро-счетчики – дело для нас вполне привычное. Это именно тот ресурс, экономия которого полностью зависит от нашего потребления. Мы приготовили несколько советов по энергосбережению. Компактная люминесцентная лампа напряжением 11 Вт заменяет лампу накаливания напряжением 60 Вт. Затраты окупаются менее чем за год, а служит она 3-4 года. И в среднем может снизить потребление электроэнергии в квартире в два раза. Выключайте приборы из розетки, не оставляйте оборудование в режиме ожидания. Это позволит снизить потребление электроэнергии в среднем до 300 кВт в час в год и сэкономить до 5000 рублей. Зарядное устройство для мобильного телефона, оставленное включенным в розетку, нагревается, даже если там нет телефона. 95% энергии используется впустую. Для экономии электроэнергии на электроплитах надо применять посуду с дном, которая равна диаметру комфорки или чуть-чуть его превосходит. Важно своевременно удалять из электрочайника накипь. Накипь обладает малой теплопроводностью, поэтому вода в посуде с накипью нагревается медленнее. Главное условие рациональной эксплуатации стиральных машин не превышает нормы максимальной загрузки белья. Следует избегать и неполной загрузки стиральной машины. Перерасход электроэнергии в этом случае может составить 10-15%. Чтобы немного сэкономить приглажение, не надо гладить пересушенное белье. При использовании пылесоса на треть заполненный мешок для сбора пыли ухудшает всасывание на 40%. Соответственно, на эту же величину возрастет расход потребления электроэнергии. Холодильник надо ставить в самое прохладное место кухни, желательно возле наружной стены, но ни в коем случае не рядом с плитой. Если поставить холодильник в комнате, где температура достигает 30 градусов по Цельсию, то потребление энергии удвоится. Не пренебрегайте естественным освещением. Светлые шторы, светлые обои и потолок. Чистые окна увеличивают освещенность квартиры и офиса и сократят использование светильников. Запыленные окна снижают естественную освещенность на 30%. Батареи отопления будут эффективно обогревать помещения, если за ними устанавливать теплоотражающие экраны и не закрывать их плотными шторами. При неправильном подборе осветительных приборов и использовании устаревшей электроботовой техники, перерасход электроэнергии составит до 50%. Количество потребляемой воды зависит от двух характеристик. Как долго мы оставляем кран открытым и от напора воды. Кстати, напор зависит от работы насосной станции. Недавно на городском водоканале появились новые насосные агрегаты с электродвигателями и преобразователями частоты. Данный преобразователь частоты предназначен для автоматического регулирования за счет частоты вращения электродвигателя. Мы можем автоматически регулировать объем подаваемой воды в городские сети и, соответственно, давление. К примеру, с утра, когда население начинает активно просыпаться, собираться на работу, в школу, в детские сады, соответственно, нагрузка на сеть увеличивается, люди потребляют воды больше. Что происходит здесь у нас в насосной станции? У нас, соответственно, установлены определенные датчики, они улавливают эти сигналы и автоматика дает команду на включение второго дополнительного насоса. Соответственно, в часы, так скажем, тишины, например, ночью регуляторы насоса работают не так активно. Таким образом, экономия воды происходит еще до попадания к потребителю. Немного сложнее дело обстоит с водой горячей. В этом году погода постоянно подкидывает нам сюрпризы. То лето крайне холодное, то осень невероятно теплая. В связи с резким изменением погодных условий городская администрация не стала дожидаться, как это принято, устоявшейся температуры меньше 8 градусов и начала отопительный сезон с 1 октября. Первыми получили тепло социальное учреждение, а со дня на день оно появится во всех жилых домах. И горожане почувствуют это, не только перестав кутаться в пледы, но и получив квитанции по оплате коммунальных услуг. С недавнего времени жители Чебоксара оплачивают тепло и горячую воду по двухкомпонентному тарифу. Холодная вода и тепловая энергия, необходимая для нее нагрева, это и есть два компонента, которые отображаются в наших квитанциях. Количество в кубометрах определяют счетчики. Но и цена за подогрев может разниться от месяца к месяцу. Дело в том, что температура горячей воды должна, в соответствии с САМПИН, соответствовать ниже 60, ни выше 75 градусов. Но эта вода каждый месяц имеет разное количество тепла. То есть зимой мы греем, допустим, воду с температурой 1 градусов до 70 градусов, это один расход тепловой энергии. В летнее время температура холодной воды доходит до 20-25 градусов, соответственно, это другой расход тепловой энергии. То есть мы затрачиваем разное количество тепла для того, чтобы подогреть воду до нормативной температуры. Поэтому и стоимость горячей воды каждый месяц разная. Она просто не может быть физически одинаковой. Пока горячая вода доходит до точки водоразбора, естественно, она остывает на несколько градусов. Чтобы жители не сталкивались с тем, что из горячего трубопровода текла охлажденная вода, ресурсоснабжающие организации подают ее в циркуляционном режиме. Если же поутру, когда потребление воды минимальное, вы все же столкнулись с такой проблемой, значит дело в самом доме. В нем отсутствуют циркуляционные трубопроводы ГВС. Тем не менее, у жителей сегодня есть возможность регулировать температуру воды в своем доме. Установка терморегулятора выставит ее на определенном допустимом уровне, от 60 до 75 градусов, и поможет сэкономить на подогреве. Но изначально всем жителям нужно решить, за какую температуру они готовы платить. Нам объяснили, как, значит, что и по какой цене будет. Ну вот у нас компонент на тепловую энергию сейчас идет, например, трехкомнатная квартира – 318 рублей. И компонент на теплоноситель – 83 рубля. Это получается уже около 400 рублей. Конечно, это дороговато, особенно для пенсионеров. Плата за тепло действительно составляет значительную часть общей суммы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Так как же на них сэкономить? Нужно провести энергосберегающие мероприятия. Значит, все трубы нужно заизолировать. Нужно, значит, провести утепление окон. Нужно проверить, как работает система отопления всего дома. Нужно отрезировать арматуру. Нужно установить регуляторы температуры на горячее водоснабжение. Нужно установить узлы всепогодного регулирования, чтобы можно было экономить тепло и плату за отопление, за услуги отопления, за услуги горячего водоснабжения. Нужно провести мероприятие подготовки к топительному сезону. Например, сделать нормально промывку. У нас бывает, дом потребляет огромное количество тепла, а тепла в доме на самом деле нет. Потому что внутри батарея засорена, и тепло уходит не на нагрев квартиры, а просто на преодоление температурного сопротивления стенки. В 2015 году на подготовку котельных, тепловых пунктов и трубопроводов к зиме было направлено 432 миллиона рублей. За летний период выполнен капитальный ремонт почти 4 километров и произведена реконструкция 2 километров тепловых сетей. Подготовлено 35 километров воздушных и 2 километра кабельных линий. И тем не менее, главные ответственные за подготовку к отопительному сезону управляющие компании в большинстве своем остались к нему неготовыми. В основном из-за того, что задолжали ресурсоснабжающим организациям, значительную сумму, исчисляемую в сотнях миллионов рублей. Конечно, жители от этого без тепла не останутся, но поставщикам такая ситуация доставляет крайние неудобства. Экономить ресурсы может быть еще и удобно. 1300 чебоксарских домов будут оснащены автоматизированной системой учета и регулирования воды и тепла. Старые общедомовые счетчики уже начали заменять новыми. Устанавливать приборы для узлов учета тепловой энергии и потребления воды. Принцип работы оборудования прост. Информация по радиоканалу подается на концентраторы, приборы, которые собирают информацию с ближайших домов. А далее на центральный сервер системы на базе управления жилищным фондом города. Абоненты различных уровней могут видеть эту информацию. То есть информация будет и в теплоснабжающих, и в водоснабжающих организациях. Она будет и в администрации, она будет и в управляющих компаниях. Система рассчитана на расширение. Потому что это не значит, что мы сейчас один раз поставили систему, если соседние дома не попали туда, то все, они уже не будут. Нет, зона охвата будет, это же радиосистема, она охватывает весь город. Узнать информацию о потреблении воды и тепла может и каждый житель многоквартирного дома, который участвует в проекте. Помимо автоматизированной системы учета, в 21-м многоквартирном доме установят систему погодного регулирования, что позволит жителям домов сэкономить до 30% от общедомового теплопотребления и поддерживать оптимальную температуру в квартирах. Некоторые жители идут дальше и устанавливают у себя в домах смарт-системы. Для пользователя «Умный дом» отличается лишь наличием небольшой платы с дисплеем и кнопочками на стене. На ней отображается реальная температура в квартире и та, которую мы бы хотели установить. Прибавляем, и дополнительное напряжение подается на котел. Снижаем, котел переходит на малую мощность. Таким образом, мы можем задать несколько режимов. Нормальный режим означает, что житель находится в квартире. Ночью можно сделать коррекцию прохладнее или потеплее. Кому как нравится. Когда вы уходите на работу, помещение и вовсе не нужно сильно отапливать. Все термостаты переводятся в пониженный режим. Программа запоминает последние настройки и нет необходимости постоянно ее корректировать. Здесь тоже есть такая функция, когда автоматически при закрытии двери у меня уже отключаются абсолютно все электроподачи. То есть розетка может включиться или свет, который я забыла выключить в ванной. Все это автоматически отключается при выходе. Если я вышла и тороплюсь, то есть не бегаю по комнатам выключить утюг или что-то, я просто делаю выкол и у меня автоматически все отключается. Пришла, включила. К этой же плате при желании можно подключить и функцию регулировки кондиционеров, теплых полов, протечки труб и даже мультимедия. Здесь два элемента умного дома. Это контроль и учет энергоресурсов. Это две независимые подсистемы. Они немного связаны, но работают независимо друг от друга. Значит, учет. Это полностью учет электроэнергии, водоснабжение горячего, холодного и теплоснабжение. Теплоснабжение здесь сделано по современным стандартам с так называемой горизонтальной разводкой. Вертикальный стояк, ну как горячей воды, от нее отходит счетчик тепла и уже разводится по горизонтальными трубами по квартире. И вот здесь стоят счетчики. Все счетчики оснащены системами дистанционного сбора информации. Поэтому жильцы, во-первых, всегда могут видеть, не там многие делают ремонт, там закрывают потом счетчики какими-то дверками. То есть это все и смотреть неудобно. Жильцы в любой момент смогут видеть свои данные в интернете, в своем кабинете. И в то же время не надо будет сдавать постоянно регулярно эти данные управляющей компанией. Управляющей компанией эти данные также на сервер автоматически сгружаются, в любой момент доступны. А чтобы сократить расход продуманной системы управления, конечно, некоторые могут задать вопрос, зачем пичкать электроникой дом, если, например, тепло в каждой батарее можно регулировать с помощью вентиля. Но и тут не все так просто. Термостатический регулятор температуры, он достаточно примитивно устроен. Недостаток его в том, что он не принимает во внимание никакие внешние факторы. Не на температуру в квартире, не на температуру на улице он никак не реагирует. Он реагирует только на температуру теплоносителя, то есть горячей воды. И вы, по сути, регулируете. И в такой квартире обычной, где вот просто такой регулятор стоит, человеку для того, чтобы делать комфортное в комнате температуру, ему постоянно каждый день нужно бегать, в зависимости от погоды на улице, и регулировать. Больше, меньше, больше, меньше. В результате, в конце концов, все плюют, ставят на максимум и живут. То есть нет экономии ресурсов толку от этих регуляторов, очень мало. А здесь же поставил именно в градусах температуру. Этот термостат, он связан проводочком с терморегуляторами на каждой батарее термостатическими. И уже термостат, в зависимости от температуры в квартире, которую там выставили, он будет поддерживать именно эту температуру. Кстати, еще одним бонусом станет дистанционное управление электричеством и теплом по СМС или через личный кабинет на специальном интернет-сайте. То, что не заложено в нас в детстве, сложно привить в старшем возрасте. Поэтому активисты экологических общественных организаций проводят огромную работу с младшими школьниками на предмет бережного отношения к природе и ее благам. На этой неделе более 5000 школ России станут участниками экологического урока «Вода России», который организован «Зеленым движением ЭКО» совместно с Федеральным министерством природы. Чувашия также примет участие в этом проекте. Одним из первых о важности водных ресурсов рассказали второклассникам 54-й школы Чебоксар. Отправляемся в путешествие по миру, удивительному миру воды. Мы узнаем очень много интересного о воде. И выясним, почему же это богатство нужно беречь и хранить. Сегодня перед этими малышами стоит весьма взрослая задача – стать экологическими героями, хранителями воды. Пока же у них вызывают огромное удивление и интересные факты на эту тему. Оказывается, чтобы появился один лист бумаги, нужно одно ведро воды. А чтобы произвести одну пару джинсов – столько, что хватит для мытья двух слонов. Такие расходы непомерны для нашей планеты с ее почти неограниченными ресурсами. Поэтому их необходимо не только беречь, но и грамотно расходовать. Кто же отвечает за сохранность воды? Кто должен за это отвечать? Кто должен этим заниматься? Как вы считаете? Я считаю, что мы должны все следить за водой. Я чищаю все. Согласна. Мы же жители этой страны, да? Я всегда знала, что воду надо беречь. И всегда, когда я чищу зубы, я выключаю воду. А когда нужно сполоснуть – включаю. Эко-уроки адаптированы под все школьные возрасты и находятся в открытом доступе в интернете. Воспользоваться ими может каждый учитель. Специальной особой подготовки данные эко-уроки не требуют. Все материалы можно получить на нашем сайте, на сайте движения эко, либо на специализированном сайте «Водный урок РФ». То есть, вчителя могут зайти в электронном варианте, зарегистрировавшись, получить все методические материалы. Они к ним придут в электронном варианте, что, собственно, очень удобно. И провести в течение этой недели эко-урок. Потом они присылают фотоотчет о проведении мероприятия и получают сертификат об участии в всероссийском проекте «Водный урок России». Тем для подобных уроков более чем достаточно. Это и раздельный сбор мусора, и лесные ресурсы, и чистота воздуха. Организаторы также предлагают активно подключаться учителям к разработке учебных материалов, предлагать свои идеи. Экономия всех видов ресурсов – процесс, который сложно оценить всеиминутно. Результат виден лишь в долгосрочной перспективе. По-настоящему комфортный город должен быть таковым не только для нас, но и для будущих поколений. Рискну заметить, что единственная энергия, которую нам не нужно бояться тратить, – это наша собственная. И тогда у нас появятся новые идеи и инициативы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова